Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте будем пробовать начинать все-таки наш сегодня круглый стол. Мы с вами уже неоднократно говорили о том, что мы меняем разные форматы, и часть семинаров у нас проходит в формате обсуждения круглого стола с ведущими экспертами по ключевым вопросам развития образования. Часть семинаров у нас проходит в формате результатов научных исследований, результатов экспериментов, которые мы с дискуссантами обсуждаем. Но сегодня у нас как раз именно круглый стол, тема круглого стола, к чему готовит ваша школа. Здесь подразумевается, что не столько наша, сколько каждый готов говорить о своем личном опыте, о тех инновациях, которые удалось реализовать, и которые заработали, а также о тех, которые планируются, которые сейчас в разработке. Вопрос, наверное, один из самых актуальных сегодня, и не такой тривиальный о том, чтобы перенести результаты успешного опыта, удачных проектов на всю систему образования с учетом всех ее особенностей. Поэтому это тоже такая точка обсуждения. И сегодня у нас следующие вопросы здесь на повестке дня. Какими умениями и навыками должны обладать выпускники вашей школы, с позиций в том числе директоров, руководителей школ, которые здесь есть, за счет чего это будет достигаться, кем и как будут проверяться достижения, собственно, образовательные достижения, академические достижения, цели образования в вашей школе. Мне очень приятно представить участников круглого стола Кирилл Вородимович Медведев, кандидат в физико-математических наук, один из методистов программы «Учитель для России», директор новой школы. Михаил Геннадьевич Мокринский. И Михаил Геннадьевич мы теперь как директора школы Летова представляем, хотя какое-то время назад могли бы, как и школы номер один в рейтинге 10.35, представляете, как руководитель одного из административных округов Москвы. Он член управляющего комитета программы «Учитель года для России», советник, руководитель Департамента образования Москвы по вопросам инновационного развития образовательных систем и организации. Марк Наулыч Сартан, генеральный директор «Умная школа», руководитель Центра разработки образовательных программ «Умная школа», которые сегодня очень тесно связаны с новыми проектами серьезных крупных школ, инновационных школ, я бы сказала, инновационных кластеров даже, для развития региона. Марина Ростиславовна Бетянова, кандидат психологических наук, доцент, научный руководитель Центра разработки образовательных программ «Система «Умная школа», директор АНО ДПО Центра психолого-педагогического сопровождения образования «Точка Пси». Елена Игоревна Булин-Соколова, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии младшего школьника института детства МГПУ, директор ЧОУ Хорошевская, ну, в общем, Хорошковская школа, грубо говоря, мы так ее все привыкли для себя, да, в 2017-2019 год, И советник по образованию, представитель совета лидеров группы ЧТПЗ. Ну и вести у нас семинар, как я понимаю, будет как модератор Дмитрий Ефимович Фишбейн. Дмитрий Ефимович возглавляет лицей высшей школы экономики. Это вообще говоря, в каком-то смысле, общеобразовательное структурное подразделение. И надо сказать, тоже занимает наш лицей очень высокие позиции в рейтингах. Поэтому сегодня это однозначно лидеры российского образования в школьной системе. И их опыт, мне кажется, представляется наиболее актуальным для того, чтобы искать ответы на эти вопросы. Михаил Ефимович, вам слово. Спасибо, Ирина Селдовна, большое. Коллеги, вот чем хороши такие замечательные люди, как Ирина Селдовна? Все то, что я должен был вам сказать, она сказала. Поэтому у меня роль, в общем, еще становится легче. Мы рекламент можем объявить. Да, отмечу только, что идея вообще вот этого всего безобразия, которое будет принадлежит Анатолию Георгиевичу и Алексею Сергеевичу. Я думаю, что они тоже активно поучаствуют в этом. Смотрите, с точки зрения захода, во-первых, у меня есть предположение, почему меня попросили быть модератором. Потому что здорово очень собрать в одном месте прямых конкурентов, посмотреть друг на друга, и это всегда очень приятно. К тому же конкуренты еще и молодые и бодрые, потому что мы все, по сути, новые школы. У Кирилла это буквально так и называется. Поэтому еще и по отношению того, что это не такая давняя история, очень свежая, и поэтому, вероятнее всего, тоже это интересно. Но для того, чтобы сделать все-таки какой-то такой заход на тематику того, о чем мы хотели поговорить, мы, конечно же, все-таки решили обратиться к истории. И так подготовили не специально для этого семинара, но такой короткий ролик, который вырезан из достаточно большого видеофрагмента. Была такая авантюра, когда мы попытались Анатолию Георгиевичу Каспаржаку и Исаку Давыдовичу Фрумину, отсутствующему, задать одни и те же вопросы. Они на них отвечали, не зная, кто что отвечает. И одним из этих вопросов был, собственно говоря, какая такая школа нужна через много лет и так далее, и так далее. Вот мы сейчас вам покажем эти четыре минуты. Надеюсь, что это взбодрит наших выступающих еще больше. И вот и все удастся. Школа будущего – это школа, работающая на неопределенный результат. Школа общества, находящаяся в постоянной трансформации. Согласен. Дело в том, что нам не дано предсказать, я об этом сегодня говорил, те требования к человеку того общества, которое будет завтра. И в этом смысле, в этом смысле, нужно уметь человеку этот результат обдумывать. А какой он будет, бог его знает. В общем, я согласен с этой идеей. Не надо думать, что ты знаешь, что будет через много лет. Ну, нет, конечно, не могу с этим согласиться. Для меня результат вполне определенный. Это самостоятельный, взрослый, ответственный человек. Если речь идет о том, что он будет уметь, то точно он и через 30 лет будет уметь думать, организовать себя, организовать, работать с другими. Будет он знать английский язык или китайский, или языки программирования, не знаю. Но вот это, типа, что постоянная трансформация в нас породит какую-то невероятную гибкость, я вот не очень верю. Второе. Продвижению к будущему современной школе мешают излишняя академичность реализуемых программ, их перегруженность информацией, изолированность предметов друг от друга, мертвые знания. Как-то пока ни с чем не могу согласиться, потому что продвижению к будущему всегда мешает примитивность, будь она теоретическая или практическая. Потому что вот просто тупо что-то запоминать, если это не стихи хорошие или не музыка, это вот бессмысленно. А изучать, отчитать Платона и разбираться в том, отвечать, пытаться ответить на вопрос, мир идеален или материален, это совсем неплохо, это развивает мышление. Изолированность предметов друг от друга, тоже не вижу в этом никакой проблемы. Понимаете, ну, все это вместе как-то потом соединяется. Все искусственные попытки сделать синтетические предметы из того, что существует в культуре раздельно, это довольно странные дела. Если в культуре никто не занимается тем, что называется МХК, мировая художественная культура, занимается либо изобразительным искусством, либо музыкой, то, может быть, и не надо пытаться насильно, значит, их объединить. Нельзя заставлять ученика, ну, и вообще человека, что-то делать по ранжиру из-под палки. А это, в этом состоит академическая традиция. В академической традиции работает процедура. Вот вышел человек, вот он прочел текст, вот он его пересказал, вот выступил рецензент. Скучно. И не у всех это получается. Я как-то разговаривал с Виктором Александровичем Булутовым, один из отцов Единого государственного экзамена. Разговор был длинный и философский, как следствие. И он сказал, знаешь, а ведь ЕГЭ, наверное, скоро не будет. А он на это ЕГЭ здоровье положил. Я говорю, Виктор Александрович, что такое, что случилось? Он говорит, понимаешь, судя по всему, лет через 20, а может быть и быстрее, человек будет приносить портфолио своих достижений учебных, которых он будет набирать. И это и будет то, что будет представляться высшее учебное заведение. Коллеги, спасибо. Ну, теперь понятно, с кем будут спорить, соглашаться или не соглашаться те, кто. Я уточню задачу. И то, что мы обсуждали с коллегами, это на самом деле важный очень заход. Нам бы хотелось, и мы просили коллег, не рассказывать про свои замечательные школы, попробовать представить себе выпускников этой школы через 10 лет, те, кто буквально в следующем году пойдут в первый класс. И вот через 10 лет эти дети в этой школе, что должно с ними произойти, к каким результатам образовательным вот коллеги хотели бы прийти, насколько то самое ЕГЭ, упоминаемое, будет тем форматом, который принимаемый или непринимаемый измеритель, или есть какие-то другие, и есть уже определенные заходы на другую оценку образовательных результатов. То есть я уточню, и хотел бы здесь от организаторов обратиться и ко всем, кто будет обсуждать, обсуждать скорее шаг вот этот в будущее, в то, до чего мы хотим дойти, примерно в 10-летней перспективе, именно с точки зрения попыток сказать, что мы можем увидеть на ребенке, который эти 10 лет провел, предположим, в этой школе. И как вот сейчас это определенным образом воспринимается. Коллеги, у каждого из вас будет 10 минут. Извините, если мы с Алексеем Сергеевичем будем делать страшное лицо и вас останавливать. Это первое. Второе. Мы предлагаем выслушать сначала всех наших выступающих, не прерывая эту череду какими-то вопросами и так далее, потому что хочется, как нам показалось, комплексно посмотреть на подходы. После этого зададим вопросы на понимание и очень надеюсь, у нас останется время на обсуждение, что является, в общем, главным качеством круглого стола. Надеюсь, что так и получится. Давайте пойдем, наверное, прямо по тому, как Ирина Селдовна и представляла. Коллег Кирилл Владимирович Медведев, удачи вам. Спасибо, коллеги. Добрый день. Скромно начну. У меня школа скромно называется, новая школа. Я на самом деле постараюсь коротко обозначить именно в этом ракурсе не текущей деятельности, а истории про будущее. В целом, то, что сейчас мы слышали, мне кажется, тема образовательного результата, она связана с некоторой экзистенциальной революцией, я бы так это назвал. То есть, коллеги, может, подтвердят или нет, мне кажется, все вот школы, которые условно относятся к новой волне, это не обязательно новые школы. Так или иначе, тему личностного, экзистенциального результата очень сложно, многогранно взвешивают и обозначают. В этом смысле я бы скорее сказал бы, что история академическая, это некоторый фон, на котором происходят сложные процессы. Мы выбрали стратегию поиска гармонии между академической традицией и такой, ну, если в американском варианте прогрессивной традицией, если так это соотнестись. И я бы сказал бы, что, если говорить про будущее, мне важно, чтобы наши выпускники в экзистенциальном ключе пришли к такой конструкции. Во-первых, очень хочется, чтобы выпускник обладал устойчивым и дифференцированным представлением о себе, своих возможностях, своих сильных, слабых сторонах. В конце концов, вот серию экзистенциальных вопросов, кто я, зачем я, куда я, мог себе задавать и вести с собой этот диалог. Безусловно, хочется, чтобы этот диалог мог вести не только с собой, но и с окружающей социальной действительностью и, соответственно, умел в режиме продуктивной деятельности входить и взаимодействовать с окружающей социальной реальностью. Сложная история, которая и для учителей, и для детей сейчас, это история про тему целеполагания и вообще в целом, как культура, даже не про какая цель, а уметь вообще ставить какие-то цели, соотносить средства, инструменты, достижение этой цели и к ней как-то осознанно двигаться. Понятно, что, если говорить в этом экзистенциальном ключе, тема рефлексивной культуры, тема умения наблюдать, интерпретировать, вскрывать и комплексно, критически, системно осмыслять, что вокруг тебя происходит, этот поток, это следующая история, которая в этом стороне приходит к нашему выпускнику. Нам важно, чтобы это была история про сотрудничество и умение поймать ценность этого сотрудничества и разделять сотрудничество и взаимодействие, и необходимость проявлять там социальные навыки, разносить эти истории. И, наверное, ключевая история, которая здесь, в этом блоке, это история про ценность образования и развития для нашего выпускника, который готов, хочет, может, умеет учиться и развиваться. Вот я бы сконцентрировался на этом экзистенциональном блоке, потому что тема предметного, предметного результата, на мой взгляд, это немножко второй номер, хотя, безусловно, важно для каждой школы свой какой-то канон удержать. Например, мы говорили историю про русский язык и взвешивали, собственно говоря, с чем выходит, как можно категориально описать с точки зрения культуры, какого рода взаимодействия с языком нам допустимо. Скорее, вот сейчас есть такое понимание, что мы в текущем моменте представляем себя так, что выпускник является носителем русского языка. Далеко не каждый человек, который родился с русским языком, учился и дальше двигался, является полноценным культурным носителем, носителем культурного кода с точки зрения лингвистической и культурной. Он может быть просто практиком языковым. И вот такого рода развилки, они безусловно требуют уточнения. Но мне кажется, если говорить про вот такую глобальную рамку, про которую Демидеевич обозначил, мне кажется, это не так сейчас важно. Если говорить про те вопросы, которые были, за счет чего это произойдет, мы идем в эту логику, понятно, что история про выбор самостоятельности, присвоение своей учебы выпускником, то есть проявление субъектности ученика, это одна из генеральных линий в этой логике. Делать выбор, нести за нее ответственность и на себя присваивать. Поэтому в основном это столкновение в ситуации проявления этого выбора ответственности, проб и разрешения делать ошибки и работы с ошибками, потому что практик показывает, можно разрешить делать ошибки, но это не означает, что автоматом приходит история работы с ошибками. Вся история про продуктивную и проактивную деятельность, которая должна школы провоцироваться. И тема, которая нам кажется в этом виде важна, это история про многочисленную обратную связь и рефлексию. То есть так или иначе много разных каналов получения обратной связи и приручения к теме выражения своей мысли и понимания, где я, что я делаю и для чего я это делаю в этой логике. В связи с этим, например, говоря, что мы это создаем и провоцируем возможности и средовое окружение, среду для проявления и построения, формирования этих навыков, то понятно, что возникает сложность с тем, кто принимает результаты образовательной деятельности, то есть кто есть измеритель. Совершенно ясно, что тема внешнего канона, внешнего стандарта, то есть я говорю, есть внутренний стандарт канон, в котором каждая школа понимает, что есть нужный или приемлемый или высокий академический, внеакадемический любой уровень. Есть история, в которой общепринятая, в которой есть тема сертификации, столкновения с действительностью окружающей. Например, так или иначе проверочные работы, видимо, не исчезнут в обозримом будущем в перспективе 30 лет как класс. Возможно, они будут другими, вот эта история про то, исчезнет ЕГЭ или нет, но, наверное, сложнее себе футуристически представить, что вообще не будет никакого проверочного результата при сохранении государственного устройства. в этом смысле тема реализации стандарта и умения, грубо говоря, как рынок плюс, умение этот стандарт с плюсом закрыть, это вещь, которая точно внешне мерится. А все остальное все сразу становится сложнее. История всего экзистенциального и всего цельного про ребенка, что хочется достигнуть, это замер фактически партнерским взаимодействием школы-родители, которые договорились, что есть определенный ценностный образ, который должен случиться, и который дает обратную связь на эту тему случился он или не случился, в образовательных эффектах. То есть в этом смысле измерение оно такое сильно локализованное. Есть тема признания этих ценностных достижений профессиональным сообществом и следующим этапом за школой, я не буду говорить, что следующий этап однозначно вуз, но так или иначе некоторые следующий этап обучения и следующий этап проявления своих поиска и реализации себя, там столкновение с этими умениями, стремлениями происходит. И в некотором смысле оттуда приходит обратная связь, есть ли это проактивность, есть ли это умение делать собственный жизненный проект и свой проект реализовывать в узком смысле. и получается на этих разных уровнях есть некоторый канон внешний стандартный, который нужно выполнить, есть соответствие ценностному партнерскому взаимодействию родителя, школы, ребенка в ожиданиях сверки, планфакта, чего хотели, в чем, в каких образовательных эффектах мы видим своего ребенка, в проявлении его субъектности, в проявлении его интереса, вот в мечте о мечте, сейчас такая у современного молодого поколения есть проблема у ребяток, которые сейчас заходят, им очень, я бы так решительно скажу, есть проблема с мечтанием, и история о том, чтобы это мечтание появилось, это тоже некоторое ценностное ожидание, которое может случиться, может нет. Собственно говоря, если так краткую вводную делать, я бы, наверное, так обозначил вот три ключевых вопроса, которые были в повестке. я не последний ну и по времени тоже, в общем, да, да, уже близко, да, Кирилл Владимирович, спасибо большое, Михаил Геннадьевич Мокринский, школа Летова. Честно скажу, шел, как бы вот примирился с планом, немножко схитрить и третью часть оставить на вопросы, потому что если вопросов не будет, то расскажешь о замыслах, а не о том, как они сбудутся, а если вопросы будут, можешь отвечать вне регламента. Но, значит, вот слушал-слушал Кирилл Владимирович и решил начать именно с третьей части по измерителям. Мне кажется, что среди всего правильного разнообразия и того, что измеряет государство, и того, что государства между собой чем меряются, и того, что должно бы быть в независимой системе измерений, мне бы хотелось подчеркнуть несколько вещей, которым мне бы очень хотелось, чтобы и та школа, которую я сегодня возглавляю, и многие другие научились прилаживаться как к данности. Первое, измерители с задачей, как распознать модель. Ты какая школа? Ни что ты наобещал? Никакие у тебя слова о твоей уникальности или о твоей принадлежности? А по каким параметрам можно судить о том, что выбирающий школу как образовательную модель родитель выбирает сначала внятно структурированное понимание, как школа видит себя, как она себя хочет презентовать и насколько она это действительно собирается делать. Второе, если мы сумели выстроить со временем распознавание тех самых моделей, про которые можно очень по-разному говорить. Монте-Сори распознать и не надо название вполне соответствует, а вот школу 19-го или 21-го века или она в серединке что-то взяла от 19-го, что-то от 21-го и счастливо существует, тогда надо поймать, где она в первой половине 20-го или во второй. Значит, вот эти вещи уже принципиально важны, какая часть из педагогического инструментария используется, для чего, в какой логике. Вот это и будет модель после понимания инструментовки. Второе, в рамках этой модели насколько выполняются именно те показатели качества, которые позволяют этой модели посмотреться в зеркало и посмотреть на нее со стороны. Эти показатели качества, они про то, какие целевые группы эта школа учитывает из возможных целевых групп, которые туда бы пришли. Насколько она устойчиво это реализует? Ну, примеров «Тьма-тьмущая», если смотрим в историю, насколько в пятых-седьмых классах учителя того же качества, что в девятых-десятых, или насколько в здании на одной улице преподавание такого же качества, как в здании на улице, откуда пошла вывеска этой школы. И еще масса всяких вещей, которые про все тоже, устойчивость во времени и в пространстве. Ну, и третий вопрос про то, как в рамках модели школа должна выглядеть прилично в зеркале и прилично со стороны, это как в ней сочетаются дифференциация и адаптивность. Школа обязательно должна ответить на две системы нерядоположенных вопросов. Первые будут про то, с какими детьми она умеет работать, а с какими нет. Честный ответ, вот с этими скорее да, вот с этими скорее нет, в серединке можем налажать, а может быть и в общем даже хорошо будет. И второе, с кем мы не умеем работать, а кому к нам правильнее не приходить. Мы бы справились, у нас бы и получилось, но этим детям надо сбиваться в другие стаи и надо выбирать другие школы, потому что на одни и те же вызовы детей разные школы предлагают очень разные решения и разные модели. Вот если школа как бы без изъянов выглядит в этой системе дополнительных измерений, наверное, она как бы внятно ответила на все те вопросы, которые сегодня обсуждаются и их последовательно реализует. Теперь, что мы реализуем, я начал с третьей части, потому что слова, вординг примерно один и тот же, я думаю, будет во многих частях, не только у тех, кто сегодня выступает, но у всех, кто думает о развитии школы. Поэтому максимально сжато компактно те слова, которые повторяются, а последовательность их иногда имеет значение. Итак, специально несколько заостренно, школа готовит к достижению результата, к успеху. Значит, вопрос в том, чтобы понимать достижение результата и успеха, не плоско, как академический результат по итогам школы сдали экзамены, не просто, как поступили в университет, не просто, как умеем учиться в университете так, чтобы получать от этого удовольствие и иметь осмысленную академическую карьеру и стратегию, не просто, как привязать это к профессиональному выбору, который кто-то будет делать через несколько лет после окончания вуза, кто-то в вузе, а кому-то повезет, и он сделает первый, может быть, не окончательный, но ведущий его профессиональный выбор в самой школе. Вот все эти вещи мы включаем в перечень достижений и успехов, потому что для нас важно, чтобы ребенок, выбирая академическую карьеру, выбирал ее как матрешку, вложенную в большую матрешку, в профессиональную карьеру, а профессиональную карьеру выбирал как путь самореализации, а путь самореализации выбирал исходя из того, что у него есть такой опыт, к чему я вернусь чуть попозже. Итак, для того, чтобы все это случилось, мы остаемся с теми, кто выбирает академическую глубину и системность, и кто считает, что она сегодня не имеет права существовать без того самого выбора и без того самого баланса, который во многом достается самому ребенку. Сначала надо сохранить глубину и системность, потом надо понять, без чего она сегодня ущербна, а потом надо себя по ручкам укоротить, когда ты хочешь все, что тебе нравится вместить в эту системность и в это разнообразие, ты принес, и, значит, будешь опылять ребенка до тех пор, пока он не замрет от усталости от твоих добрых намерений. Вторая история – компетенции. Значит, это отдельный разговор, для меня это принципиальный водораздел того, школа добралась до каких-то там годов XX века или через них перевалила. Если добралась, то она ожесточенно говорит о компетенциях, но забывает о том, что они все работают на то, чтобы в результате их уже в школе ребенок получил ту самую автономность и самостоятельность и как минимум ее реализовал полноценно как автономный учащийся в академических своих деяниях, а как максимум, чтобы он начинал думать о будущем уже инструментально, конструктивно, а значит, примерял это будущее на себя и не соглашался с теми ситуациями, когда его загоняют снова в монополию учительских решений, а в общем, значит, какая-то часть учителей помогала бы ему выбираться совсем уже за пределы школьной системы работы, разделяя возможности открытости образования. Ну и, наконец, последняя история с тем, что такое для меня достижение результатов и успехов, это умение школы работать с темой «Кто я?» Это тема, которая потом случится сильно после школы, но в школе в ней должны быть маломальский опыт работы со смыслами и маломальский опыт работы с самореализацией. Если этот опыт структурирован школой и мимо него нельзя пройти, потому что он достаточно разнообразный, достаточно продуманный и управляемый и взвешенный, то это следующее поколение. Вы помните, десятилетиями мы рассказывали о том, как надо дать удочку и вместо того, чтобы подарить рыбу, научить ловить рыбу. Следующий этап, как научить ловить смыслы, контексты и самостоятельность, потому что кажется, что следующим поколениям рыба будет доставаться по определению, ее будет распределять состав успешных государств и у человека будет возможность удовлетвориться ментаем, как рыбой в филе в заморозке, ловить какую-то рыбу пожирнее или задаться тем самым философским вопросом о том, какая же рыба моя-то. Может быть, когда-то ментай, когда очень занят, может быть, когда-то то, что хочется попробовать, но главное, в какие смыслы это все впряжено. Если еще чуть-чуть есть времени, как? Минута. Отлично. Значит, итак, должны быть единые образцы и ориентиры у всего коллектива убиться, но сделать. Коллектив должен не просто разделять ценности, а быть управляемым, и значит, в культуре каждого члена коллектива должно быть сочетание педагогического мастерства и коллективного управления. Школа обязана быть открытой, и это должно быть философией для каждого ученика, ты сделал хорошо, если ты не помогаешь ученику найти во вне школы, где еще лучше и вписать это в школьную систему, что-то с тобой не так. И школа должна пробиваться к управлению качеством через то, как она учится строить стандарты и нормирование этой работы, потому что без того, чтобы была альтернатива выбора форматов обучения внутри школы, и открытость поддерживалась тем, что школа умеет сказать да, когда это оправдано и нет, когда это оправдано и умеет ученику это объяснить, без этого школа наполовину прихрамывает. Пока все. Спасибо большое. Вот, Михаил Геннадьевич, спасибо. Коллеги, продолжаем. Марк Наумович Сартан, умная школа, Марина Ростиславовна тоже поддержит, если. Марк Наумович. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. И, конечно, наше пребывание здесь в этой уважаемой компании это в определенном смысле аванс, потому что все коллеги представляют собой хоть и молодые, но уже работающие школы. Мы же представляем школу, которая должна вот-вот запуститься, она достраивается, у нее сейчас формируется коллектив, но пока она существует как раз вот на уровне, о котором говорил Михаил Геннадьевич, что она задумала, что она обещает, и мысль о том, как она будет это реализовывать. То есть мы, центр разработки образовательной системы «Умная школа», работаем над образовательной системой в данном случае, образовательного комплекса «Точка будущего» в Иркутске. И постановка вопросов, которые сегодня на семинаре звучат, нам крайне близка, потому что по нашим понятиям, мы часто этим понятием сегодня делимся, с теми, кто к нам обращается за разработкой идей новых школ, по нашим понятиям школу надо разрабатывать с конца, то бишь с того самого образовательного результата, который она должна на выходе обеспечивать. И ровно в этой последовании. Что такое образовательный результат, как его обеспечить, и как потом убедиться в том, что ты его собственно достиг. И когда мы собственно стартовали ровно в этой же логике, мы конечно столкнулись с тем парадоксом, который сталкиваются все, что мы все говорим неопределенность будущего, неопределенность будущего возрастает, возрастает и вообще неопределенность, А образовательный результат, который в этом неопределенном будущем должен быть востребован, да и сегодня. И в этом смысле есть определенный парадокс. С другой стороны, решить его можно таким немножко нахальным способом. То есть предложить ровно тот образовательный результат, который, по нашему, естественно, убеждению разработчиков, точно будет востребован в любом варианте развития будущего. И мы такой образовательный результат для себя сформулировали. Он звучит так. Умение ответственно распоряжаться собственной жизнью. И начали мы с этого результата как такой, ну, лозунг, не лозунг, но такой мессианской цели. А потом стали его расшифровывать, превращать в более подробные формулировки, в понимание того, собственно, как сегодня сказано, что это означает для выпускника, какими умениями он должен обладать и чем это можно достигать. Таким образом, мы пришли к тому, что выпускник, в точке будущего, выпускник умной школы, который умеет ответственно распоряжаться собственной жизнью, во-первых, опирается на нравственные и ценностные основания. Мы почти своих разработок слов воспитания не употребляем, оно сейчас обратно возвращается в обиход, в моду и в какой-то такой вординг, который сегодня звучит. Но опора на нравственные и ценностные основания – это принципиальная важная вещь для любого жизненного выбора, о котором мы сегодня тоже говорили, о котором мы тоже говорим. Дальше выпускник ставит жизненные цели, свои жизненные цели и привлекает, умеет привлекать ресурсы для их достижения. Дальше он выбирает эффективные способы действия. И, наконец, он осмысляет свой жизненный опыт, осмысляет не только качество результата, которое он достиг, но и то, какими средствами он это достигал, как он придерживался собственных ценностей, какой он был в процессе этого достижения. И вот эта самая такая рефлексия высокого уровня нам представляется крайне важной для выпускника, который умеет ответственно распоряжаться собственной жизнью. Дальше мы пытались расшифровать этот образовательный результат и пришли к вот такому сочетанию трех культур – культура саморазвития, культура взаимодействия, культура созидания. И результатом образования является присвоение человекам компетенций, необходимых для реализации своих ценностей в рамках этих культур. Уже через пару лет после того, как мы себе вот эту триаду нарисовали, мы с интересом обнаружили публикацию о выполненных стенах этого учреждения, Института образования Вышки, исследование компетентностных моделей, по-моему, преимущественно европейских, может, мировых, я сейчас не помню, где исследователи пришли к тому, что компетенции можно свести к трем основным. Это компетенция взаимодействия с другими, компетенция взаимодействия с самим собой и компетенция мышления. И тут крайне интересное совпадение в двух позициях, как вы видите, у нас саморазвитие и взаимодействие, там взаимодействие с собой и взаимодействие с другими. И также крайне интересное различие. Культура мышления для нас представляется не более чем средством, а культура созидания гораздо более интересна. И, кстати говоря, я был бы рад, Анатолий Георгиевич, если бы когда-нибудь удалось это различие и это сходство здесь обсудить, потому что мне представляется, что это очень важная вещь для школы. А пока что мы, прочитав это исследование, не обсуждая его с исследователями, убедились в том, что мы не только в тренде, но и эти самые тренды развиваем, получили таким образом такое положительное подкрепление и двинулись дальше. Произошла ошибка при обработке страницы. Еще важной особенностью образовательного процесса, который мы проектируем в этой школе, является то, что он задуман как среда для развития самостоятельности и ответственности. И для этого у нас существует разработанная модель развития субъектной позиции. Да, в ординге у нас действительно совпадают. И очень важны принципы проектирования образовательных ситуаций для того, чтобы эта субъектная позиция развивалась. Напомню, что сейчас формируется педагогический коллектив. Да, спасибо. Педагогический коллектив. И, собственно, с чего мы начнем? Это именно с разработки рабочих программ, с разработки образовательных ситуаций именно в рамках вот этих принципов проектирования. Это был ответ на первый вопрос, чего мы ждем от выпускника. Второй вопрос, с какими средствами это будет достигаться. Вот перед вами пять ключевых проектных идей. Это индивидуализация образования, это системный деятельностный подход, проектная деятельность. Я читаю, потому что я подозреваю, что там сзади может быть не так хорошо видно. Интеграция предметного содержания, семейное жизнеустройство. Я попрошу Марину Ростиславовну сейчас поподробнее об каждой этих систем несколько слов сказать. Сам буду помогать со слайдами. Добрый день, уважаемые коллеги. Специфика ситуации, в которой мы работаем, заключается в том, что мы разрабатываем образовательную систему для других людей. Мы не будем директорами, мы не будем методистами, мы не будем частью педагогического коллектива, эту школу, которую сейчас создаем. Мы можем только подобрать коллектив и помочь ему сжиться и модифицировать под себя, адаптировать под себя те идеи, проектные идеи, которые мы положили в основании этой образовательной системы. Поэтому мы, не скажу вынуждены, скорее счастливо должны быть высокотехнологичными в своей деятельности для того, чтобы передавать не просто идеи, не просто некие истории, не просто некоторые экзистенциальные замыслы, а мы счастливо должны передавать механизмы, которые могут работать без нас, с опорой на тех людей, которые примут эти идеи и захотят их реализовывать дальше. Поэтому мы разработали несколько ключевых проектных идей, довели их до уровня систем, до уровня механизмов, которые, с нашей точки зрения, помогут поддержать достижение того образовательного результата, о котором говорил Марк. Соответственно, Марк назвал это пять механизмов. Первая – индивидуальная образовательная программа, слова всем хорошо знакомые, что для нас очень важно. Для нас важно, что у каждого ребенка, а их будет больше тысячи, в точке будущего будет своя индивидуальная образовательная программа. И она является, самое главное, она является инструментом выбора, инструментом расширяющейся самостоятельности и ответственности. И, самое главное, она является инструментом постановки и решения задач развития каждым ребенком. Эти задачи ставятся вместе с наставником, и затем именно они ложатся в основу индивидуальной образовательной программы и в основу проектировочной деятельности педагогов, которые создают для детей с набором индивидуальных программ единую образовательную ситуацию. Вторая ключевая проектная идея – системно-деятельностный подход, тоже очень хорошо знакомые слова. В школе, которую мы создаем, преимущественно жизнь ребенка будет разворачиваться как синтез, совокупность образовательных ситуаций, каждый из которых выстраивается как деятельность. И мы заложили несколько очень важных характеристик этого подхода. Они сейчас перед вами. Во-первых, образовательная ситуация построена на системно-деятельностном подходе. Ее структура всегда совпадает со структурой деятельности. Эта деятельностная структура прозрачна и открыта учащимся, независимо от того, они ли ее сами порождают, или им предлагает взрослый в силу возраста детей. И очень важно, что эта деятельность разворачивается логично, содержательно-системно логично, и для ребенка воспринимается как живой опыт, а не навязанная структура. Третья ключевая проектная идея – это проектная деятельность. Но для меня эти слова, опять же, они уже почти ничего не говорят про то, что мы хотим сделать в нашей школе. Очень важно, что мы с детского сада учим ребенка, затем подростка, затем старшеклассника, учим осуществлять целенаправленные изменения. Давайте понимать в данном случае проектную деятельность как способность к целенаправленным изменениям. И мы учим осуществлять эти целенаправленные ценностно ограненные изменения как в окружающем мире, как в системе отношений, в которой включен ребенок, так самое главное в самом себе. Поэтому для нас, да, проектная деятельность разворачивается с детского сада до старшей школы, но в старшей школе она перерастает в деятельность по изменению себя, то есть в жизненное проектирование. И мы разработали технологию жизненного проектирования, которая позволяет нашим детям, нашим старшеклассникам пройти через процесс замысливания и реализации жизненного проекта, защитить его, поскольку это образовательная ситуация, и выйти из школы с навыком не просто проектирования, а осуществления целенаправленных изменений в собственной жизни. Интеграция предметного содержания предполагает на школу полного дня, поэтому основное и дополнительное, урочное, внеурочное и свободная развивающая деятельность у нас будут укладываться в некоторые осмысленные кластеры, работающие на достижение образовательного результата. Ну и, наконец, в нашей школе будет 1050 детей, из них 150 детей из приемных семей, и это дети-сироты, которые будут жить в приемных семьях, а приемные семьи будут жить в поселке приемных семей на территории образовательного комплекса. И, собственно, эта школа замысливалась как школа для вот этих 150 детей, но для того, чтобы у них был хороший социальный старт и возможность реализовать, максимально реализовать свой потенциал, мы поняли, что они должны быть каплей в море. И поэтому в школе будет 900 детей из родных семей и вот этот поселок. И для этого поселка мы разрабатываем технологии, разработали технологии и адаптации ребенка в приемной семье, и адаптации всей приемной семьи в комплексе, и взаимодействия поселка и школы, для того, чтобы для каждого ребенка существовало логичное, непротиворечивое образовательное... Марина Шестовна, нам очень интересно, но... Да, все, все, да. Спасибо. Последний слайд, ответ на последний вопрос, как мерить. Значит, я скажу сразу, что мы сегодня, у нас инструментов нет сознательно совершенно, потому что мы выбрали такую позицию. С педагогическим коллективом мы обсудим вот то, что на слайде. То есть те результаты, по которым мы можем считать, что этап становления закончился. Я думаю, что вместе с педагогическим коллективом этот список подвергнется некоторой коррекции. Это сегодня наше предложение разработчиков. И когда эти результаты мы для себя зафиксируем вместе со всеми, вместе с учредителями, естественно, с благотворительным фондом «Новый дом», то тогда под это и будет проведена разработка измерительных инструментов, системы мониторинга и прочих методов убеждаться в том, чтобы получилась та школа, которую мы задумали. Все. Спасибо. Спасибо большое. Марк Наумович, Марк Наумович Славовна. Спасибо. Елена Игоревна Бульна-Соколова. Я думаю, что Алексей Львович тоже был в контексте и в процессе хоро-школы, и поэтому тоже, наверное, включится. Елена Игоревна, Вам слово. Нет, я скажу, что я включаться не буду, а про что-то свое скажу когда-нибудь в свое время. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Но действительно наши попытки вот всех здесь собравшихся и множество еще коллективов, которые здесь не присутствуют, все направлены более-менее на решение от них и тех же задач. Я вот слушала Кирилла и думала, ну вот мы как-то даже никогда не собирались вместе, чтобы обсуждать концепцию каждой из наших школ или там цели, или ценности. Мы так издали наблюдаем друг за другом, потому что очень живая жизнь внутри, некогда же выскочить, чтобы что-то обсуждать с коллегами. Но вот все, что было сказано, просто ровно все, прям каждое слово, это нами тоже выстроенная и выстраданная в хоро-школе цель или там ценность, ну и образ выпускника, то есть какого мы человека видим. Ну нам тоже важно, может быть, самое главное, чтобы человек имел этот опыт цели и полагания. И наши коллеги из проекта «Учитель для России» тоже стараются вырастить. Человек автора своей жизни. Это значит, и вот то, что мы слышали только что, тоже было про то, что человек ответственно, понимая свои ограничения и возможности, имея опыт движения к собственным целям, собственные достижения, собственный опыт работы с ошибками, может строить свои планы и их реально достигать. Ну и вот здесь и способность к рефлексии требуется, и способность к взаимодействию с другими. И вообще интересный вопрос при реализации проектной деятельности в школе возникает, как вообще выращивать коллективные компетенции и какую-то способность к взаимодействию с другими по конкретным поводам, как ощущать и измерять свою полезность. И все вот это, это тоже про то, чем мы занимались последние два года. И при этом мы концентрировались как раз, и может быть, ровно про это, про то, о чем здесь не было разговора просто. Я уверена, что коллеги двигаются тоже ко всем этим решениям, но про это просто никто не говорил, вот я про это поэтому скажу. И потом коллеги отзовутся, и уверена, что выяснится, что они тоже этим заняты. Мы занимались попыткой разобраться, в чем, собственно, состоят цели. Ну и как уже здесь говорилось, проектировать сверху вниз, и разобравшись в этих целях, и предметных, и непредметных, понять, как их перевести в измеримые результаты. И на это мы действительно, мы этому учились у разных наших западных коллег, и на это потратили довольно много времени, и создали некоторые такие специальные объекты, как мы их называем, там, шкалы, к которым привязывали измерительные материалы, а потом цепочки заданий и учебных материалов, которые могут привести ребенка к той или другой цели. Движение это разноуровень, по разным ступеням. Ребенок, нам важно было научиться говорить с ребенком на понятном ему языке про то, где он находится по отношению к этой цели. Важно было дать ему в руки инструмент, чтобы он мог сам определить, тогда стекун ее или нет. Если считает, что достиг, то мог бы предъявить объективные доказательства этого достижения, какие-то свои продукты, своей деятельности, своего участия в деятельности с другими. И, значит, очень важна, на самом деле, вот история про эти самые измерения, как научиться говорить на этом языке понятным ребенку, причем в каждом возрасте своем. Я думаю, что у коллег тоже есть такие вопросы, и, наверное, есть тоже свои ответы. Для того, чтобы здесь звучала история про персонализированные или индивидуальные планы учебные, мы тоже этим занимались, и продолжает школа этим заниматься. Мы называем это персональным планом учения, и связываем у старшеклассников его, пытаемся связывать с представлением ребенка о своих жизненных целях. Можно уже поставить это, раз не пошло сразу. Да, значит, с жизненными целями. И на самом деле очень интересная задача, это после того, как ясно, какие могут быть цели, научить учителя диагностировать состояние ребенка по отношению к этой системе целей, научить его пересобирать цепочку целей для каждого конкретного ребенка по итогам диагностики. А это значит, что нужно описать процедуру диагностики, иметь инструменты для этой диагностики, а также такого квалифицированного педагога, который умеет встроить эту диагностику в движение к этим целям, и достаточно быстро понимать, как ему адаптировать систему целей для ребенка и собрать его цепочку на год, или на полгода, или на ближайшую четверть. Договориться потом об этом с ребенком, еще со школьной администрацией, потому что может так получиться, что для реализации каждой конкретной цели ребенку время от времени нужно будет перемещаться между разными группами детей, и это все влияет на работу администрации по созданию гибкого расписания. Может так получиться, и так получается очень часто, особенно когда коллектив только начинает этим заниматься, и недостаточно умений все точно предсказать. Особенно это часто получается, когда приходят новые дети, неизвестные вам, что учитель, школьный коллектив, который работает с данным ребенком, не очень точно может спрогнозировать, в каком темпе и как ребенок будет к этим целям продвигаться. И может так получиться, что мы считали, что вот некоторый средний темп, в котором ребенок будет двигаться один, а он двигается, например, существенно более высоким темпом, и добегает там к концу каждой цели, к самому высокому, четвертому, продвинутому уровню, очень быстро, и дальше может двигаться к следующей цели, и к следующей, и к следующей. Одним из принципов такой работы является как раз такая адаптивность педагогического коллектива, при которой ребенка никто не удерживает около цели, которую он достиг, только потому, что другие ее еще не достигли. Он может двигаться дальше. Но довольно очевидно, что если ребенок в этом материале достаточно быстро продвигается к целям, то возникает гипотеза, может быть, ему нужен другой материал, а именно другой курс. И может быть, его из этой группы детей нужно перевести в какую-то другую, например, состоящую только из него самого, или каких-то еще детей, вместе с которыми на занятиях математики он будет заниматься совершенно другими вещами. И там у него возникнут совершенно другие цели, которые тоже должны быть кем-то описаны, вместе с измерителями, цепочками заданий, материалов учебных и так далее. А администрация должна только ловко определять, считывать, глядя на то, как в информационной системе отражено движение каждого из детей, что, кажется, пора задуматься, что бы нам делать с тем, что вот эти дети движутся слишком быстро относительно наших ожиданий и с ними договоренностей, а эти слишком медленно, и поэтому нужно перераспределить ресурсы. Какие ресурсы? Времени, помещений и людей, в частности взрослых, которые с этими детьми будут помогать этим детям организовывать их движение к их следующим, другим по отношению к общему классу или группе детей этого возраста цели. Ну и это все так очень хитроорганизационно, и у всего этого должна быть некоторая культурная рамка, способность администрации администрить, и для этого, я тут согласна с тем, что уже кем-то говорилось, кажется, Михаилом Геннадьевичем, что для этого коллектив должен принять все эти цели, эту систему разделять, каждой из позиций в системе ценностей, то есть если мы все считаем, что ребенок может, должен учиться только вот в зоне его ближайшего развития, в своем темпе, двигаться к своей системе целей и достигать их, то это означает, что мы вот все умри, но сделаем, мы должны организовать так работу, чтобы это происходило. И в образовательной организации достичь таких эффектов очень нелегко. И поэтому наша школа последние два года экспериментировала с этим, описывая те процессы, которые нам удавалось отстроить, переводя их в локальные нормативные акты, создавая просто друг для друга, для внутреннего использования разнообразные правила, регламенты и документы, в соответствии с которыми школа училась с каждым днем, месяцем, жить иначе, делая то, что было задумано. И там начинали возникать и политики дедлайнов, и регламенты, перевода отметок, перевода результатов детей в систему отметок, и разные другие такие непростые сюжеты, с которыми, ну, каждому коллективу, который возьмется за вот все, что здесь было описано, придется столкнуться и принимать совместные решения на тему о том, как же здесь действовать. Ну, еще одну вещь, которую я могу сказать на эту тему, о которой еще не шла речь, но я уверена, что в каждой школе этот тоже вопрос и вставал, и как-то решен, это то, что если мы переходим вот к такому персонализированному, компетентностному подходу, а я практически у всех слышу эту линию, эту ноту, что нам хотелось бы, чтобы ученик был в центре, нам хотелось бы каким-то образом учить его и вместе с ним учиться разговаривать с ним про его цели, учить его работать с самим собой, своими ограничениями, возможностями, и все такое. Вот все это очень тяжело удерживать в руках, на бумаге, в голове отдельно взятых людей, и поэтому, конечно, компьютерные платформы, системы, в которых можно работать с этими большими данными, можно адаптироваться к меняющемуся у тебя на глазах ребенку в зависимости от разных обстоятельств, и подстраивать, предлагать ему то содержание, те цели и так далее, которые ему сейчас нужны. Ну, а человек должен уметь, человек-учитель, тьютор, квалифицированный взрослый должен уметь вести качественный диалог с ребенком об этом. И это отдельная сложная история в каждом из возрастов, и я тут не буду этой квалифицированной аудитории рассказывать про то, какие здесь бывают сюжеты. Ну, и вот наличие платформы компьютерной, которая помогает и видеть систему целей, и видеть, в каком темпе ребенок движется, и видеть, кто пришел, кто не пришел, и принимать решения на основе анализа этих огромного количества данных, и, собственно, строить систему управления, опирающуюся на анализ данных, это такая вот вещь крайне необходимая. Ну, может быть, если вот Алексей Сергеевич научился, мы немножко уже со временем запаздываем. Да, а я закончила. Единственное, я, если интересно, могу еще занять две минуты или полторы там на просто показ платформы, с которой мы работали последние два года, ну и сказать, что сейчас Сбербанк по поручению президента страны, ну вот считается, что не имеет смысла это показывать, окей. Значит, могу только сказать... Просто скажите, да. Да, могу сказать, что мы работали с некоторой локализованной платформой, которую мы сами адаптировали, по ходу дела и создавали сами все вот материалы, о которых я говорила. А сейчас Сбербанк по поручению президента страны занимается разработкой такой платформы, которая будет лучше всех прежних и насыщает ее контентом. И уже с сентября 2019 года в пяти регионах будет проходить апробация этой платформы и первые учителя, там 250 человек из этих регионов начнут учиться всему этому. Я надеюсь, что не только платформе, но и педагогике, и культуре школьной, и систем управления такой школой в июне, в конце июня этого года. Вот. Спасибо. Спасибо большое, Лена Горьковна. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Ну, я не знаю, насколько коллеги получили, которые выступали, личный экзистенциональный результат от того, что они делали, но мне кажется, явно видно, что проблем с мечтанием у этих людей нету, совсем в отличие от детей. Ну, и они, по крайней мере, умерли, но сделали и выступили. Поэтому дело за нами. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы на понимание к выступающим? Прошу тогда как-то это зафиксировать, если у вас есть вопросы, и к кому. Коллеги, есть ли вопросы по отношению того, что вы услышали? Или все были так ясны, что вопросов в данном случае? Алексей Сергеевич, да. Ну, у меня... Кому, если можно, да. Знаете, вот тут сложный самый именно кому, поскольку, ну, наверное, кто больше уверенно говорил, какой будет результат через 10 лет. Ну, вот тот зачин, который мы писали в обосновании нашего круглого стола, ну, вот известно, да, что Царско-Сельский лицей создавался под государевым окон, под четкий сформулированный заказ, только там была конструкция, если вспомнить, Михаил Михайлович Спиранский это придумал, Малиновский это открыл, а реализовывал в основном Егора Анатоновича Ингельгард. И дальше мы понимаем, что заказ был, и государев заказ был в связи с тем, что готовить мужей к государевой службе, а получили мы на выходе декабристов и все такое. Ну, то есть явно не то, что заказчик полагал и, значит, под собственным крылом присматривал. А здесь еще конструкт, что вот мы школы не случайно собрали, что есть как бы государевый контекст, ну, как бы мы же живем в государстве, а с другой стороны, у каждого есть свой непосредственный инвестор, заказчик, учредитель, да, в какой мере входит или не входит уже на данный момент в конфликт заказ и инструментарий проверки выполнения государства и инвестора, и в какой мере вы предусматриваете вот такой же риск, что вы планировали одно, а получите совершенно обратное. коллеги, кто рискнет рассказать про инвестора и про то, не боитесь ли вы получить совсем другое. Михаил Геннадьевич? Не боюсь. Поддерживаю. На самом деле, бояться того, что получишь прямо противоположное, невозможно. Для этого должен быть уж так задан вектор, и так он должен быть задан неудачно, чтобы вот на 180 не угадать, ну, так редко бывает. Есть гарантия и уверенность, что получим не совсем то, что рассчитываем. И мне кажется, что это правильная гарантия, потому что мы готовим к успеху по самореализации ребенка и готовим к успеху в каком-то меняющемся социуме. И две плавающие вот эти конструкции должны потом будут, безусловно, сами додумать, что должно получиться, а мы должны угадать, без чего ребенок будет недореализован, без чего он в социуме будет недовостребован, и какие из ограничений, которые несет в себе нынешний педагогический коллектив, особенно болезненны для самореализации этого ребенка в новом социуме. Потому что, как известно, в общем, любое из наших начинаний состоит из того, что мы здорово придумали, и что, значит, мы в состоянии при этом продемонстрировать. А ребенок учится не на том и не столько на том, что ему транслируют взрослые, а на том, что взрослые обсуждают между собой и делают тогда, когда они делают, значит, это не в педагогических целях, а в реальных. Вот эта вот конструкция школы должна избавить ребенка от многих ограничений, которые сегодня есть. Из моей точки зрения, это одни и те же ограничения, как на них, не смотри, глазами государства, глазами бизнеса, глазами человека. Значит, это ограничение, как в сложной жизни быть успешным, и это желание есть и у нашего государства, у которого под боком Китай, который хочет быть успешным, и у нашего ребенка, у которого под боком китайский, значит, ребенок, который хочет быть успешным, и нашей школы, у которого под боком китайский университет, который хочет быть успешным. Как будет расти наша система образования школьного и университетского, как будет расти государственная экономика и государственная способность поддерживать социум в динамике и в балансе, это как раз и зависит от того, как школа пытается сделать вот эту конструктивно-позитивную историю в голове каждого ребенка за счет того, сколько она дала новых возможностей и сколько украла тех, которые могли бы быть. Значит, точно совершенно одна из привычек – жить на свалке. Значит, вот мы сделали так много хорошего, что только посмотри, сколько у тебя под ногами всего. Вот школа должна научиться тому, что сегодня половина того, что она делает, это она приумножает многослойную из классных вещей состоящую свалку. Она недоструктурирует, недозаточила, недодумала что-то, из чего состоит среда, из чего состоит учебный план, из чего состоит насыщение деятельности, и этим украла у ребенка альтернатива. Вот я думаю, что ответ в значительной степени будет про то, что просто надо ответственно взвесить те приоритеты, которые у нас одни и те же, и нелицеприятно взвесить, где у нас отдельные педагоги всегда не готовы, всегда не способны дотянуться куда-то, а коллектив уже готов и способен. И из этого возникнет, ну, какая-то позитивная история прочтения, в которой мы, государство, будем сталкиваться с одной и той же конкуренцией, с одними и теми же проблемами. Хотим, конкурируем с соседями, хотим, конкурируем с противниками, хотим, конкурируем со временем, значит, все три прочтения совершенно замечательные, и все про одно и то же. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Ну, я буквально одно слово здесь добавлю, я бы в этой же логике продолжил, и сказал бы, скорее, это не про боязнь, не реализовать модели, это скорее про то, какие дополнительные и ограничения, и требования, как и Михаил Геннадьевич говорил, накладываются на школу, в том числе ресурсную, там, на административную и вообще творческую команды школы, хотя бы про то, что у нас есть требование, что учитель, заходящий в школу, то есть это совершенно, как у Михаила Геннадьевича называется, человек, который готов взаимодействовать в коллективе, потому что иначе он вот управленческую сторону вопроса, коллективного управления, вот, о котором говорил Михаил Геннадьевич, ну, просто не примет, и это будет тяжело. И это ограничение, коллеги часто по традиции говорят, зачем мы столько всего разбираем, обсуждаем, почему мы задаем банальные вопросы, ищем вопросы и постоянно сверяемся. Но это вот ограничение и необходимость, которая здесь возникает, причем на нескольких уровнях, и начиная с учредителей, и заканчивая нашей внутришкольной командой, или маленькой командой параллели, которая делает что-то в девятом классе, там наверху идет война, а тут коллеги делают в девятом классе сутевой переход из одной стадии в другую стадию, допустим, десятого класса. Ну, вот как так. Да, вот. Да, тоже есть немножко ответа. Да, есть немножко ответа. Значит, первый, инвестор. Мы благотворительный проект благотворительного фонда «Новый дом», который финансирует конкретный человек Альберто Авдолян, который, собственно, задачу школы для детей и сирот поставил внятно. С ним была согласована, во-первых, цель, вот это самое, умение ответа распоряжаться собственной жизнью, предъявленное ему было на старте проекта. И два принципиально важных условия, что это не будет школа только для детей и сирот, вот та самая капля в море, о которой Марина Росиславовна говорила, это принципиально важно. И то, что дети должны жить в семьях, это тоже принципиально важно. То есть не интернат, не детдом и так далее. Все остальное, как это будет достигаться, в этом смысле есть полное взаимопонимание с инвестором, и это дело нашей команды. А по целям и по принципиальным условиям мы с ним совпадаем. Второе. Государство. Ну, для меня государство это некоторая абстрактная история, я не очень понимаю, что государство хочет. Я могу сказать, что когда я читаю выступление президента на госсоветах, посвященных образованию, я могу подписаться под каждым словом в постановке задач и показать, как мы эти задачи в наших разработках решаем. То же самое относится к федеральному государственному образовательному стандарту, который позволяет конкретной реализации себя, и мы в этом смысле предлагаем конкретную реализацию. Что касается боязни, третий вопрос. Ну, я бы сформулировал это как, видите ли вы риски. Да, мы, конечно, риски видим. Скажем, наличие поселка, выделенного, является риском. Задача глубокой индивидуализации образования является риском, чтобы ее, так сказать, выполнить, не выполнить. Но, с одной стороны, мы изучили опыт там, где риски сработали. Например, в поселках приемных семей риски во многих сработали. Заложили механизмы, которые от этих рисков должны спасать. И, в общем говоря, идем на риск, понимая, каким образом мы будем этими рисками управлять. То есть в этом смысле я не боюсь неудачи, а мы понимаем всей командой, что есть, так сказать, особо сложные места, которыми надо уделять особое внимание. Спасибо. Спасибо. Коллеги, ну давайте, я думаю, что уже мы точно... А, вопросы? Не-не-не. Да, пожалуйста. Большое спасибо Марку Наумовичу, который сказал не только про то, чему он собирается учить, но и кого он собирается учить. А вот у Михаила Геннадьевича я поймал такую фразу, что школа точно знает, кому к нам не приходить. В этой связи у меня вопрос, куда приходить тем, кому к вам не приходить? И второй вопрос, если бы вашим школам не разрешили осуществлять селекцию, смогли ли бы вы добиться тех результатов, которые вы так красиво описали? Спасибо. Михаил Геннадьевич. Ну, первое, куда приходить, если к нам не приходить, для меня это как раз абсолютно принципиальная история. Если школа претендует на то, что она лучшая, то она пытается, ну, в общем, объять необъятное. Она старается реализовывать свою концепцию, и она старается примерить, как эта концепция будет хороша для самых разных ребят. Вот для нас очень важно на каждом шаге четче и четче понимать, для кого мы действительно хороши, а для кого мы видим другие пути, которые мы абсолютно не в состоянии реализовывать. И, к сожалению, мы не в состоянии нарисовать вокруг себя карту, но мы в состоянии сделать то, что я как бы имплицитно имел в виду, когда описывал систему внешних измерений. Школа, мало того, что должна построить какую-то модель работы, она должна построить честную коммуникацию с тем, кто в нее собирается прийти. В итоге эта коммуникация должна превратиться в то, что на выходе у школы есть профайл, который она предъявляет не поступающим, а потенциальным работодателям, университетам. Профайл выпускника – это способ совпадать и отличаться с профайлом школы. У него есть сильные стороны в том, что он взял все от школы, что она могла предложить, и в том, что он был самостоятельным и сделал что-то другое. Ну и тогда, значит, портфолио, о котором говорили – это доказательство того, что этот профайл вообще классная штука. Так вот, и на входе, и на выходе наша задача сделать максимум для того, чтобы те дети, для которых, например, предложенная нами система работы, в которой есть абсолютно осознанно плохо структурированные задания и абсолютно осознанно плохо структурированный материал, а значит, необходимость ребенка работать на преодоление в рамках задания открытого типа, у нас есть дети, которые впадают в истерику, когда в непрофильном предмете это повторяется раз за разом. Они говорят – можно только без этого. И мы понимаем, что где-то мы в состоянии преодолеть эту привычку, выученную в других школах, а где-то это просто эмоциональная перегрузка ребенка, когда такой тип открытой работы накапливаясь создает очень серьезное эмоциональное перенапряжение. На один вопрос, я надеюсь, ответил, а пока отвечал про второй, наверное, что-то позабыл. Без отбора не получится, потому что это была ровная идея, в чем нужен отбор для модели школы. Я многие годы верю, что работа с мотивированными, способными, одаренными и талантливыми детьми – это не просто помощь этим детям, а помощь этих детей педагогическим коллективам, которые хотят пробежать с попутным ветром дальше, чем со встречным. Значит, многие вопросы педагоги начинают решать, а решение приходит, когда к этому подключаются дети, интенсивно требующие открытого образовательного пространства. Поэтому мы когда-то, выбирая концепцию, выбирали, вот мы бы хотели, чтобы модель состоялась, чтобы ее можно было транслировать, а с детьми мы ее совместно строим. Если бы были другие, была бы другая концепция и другая модель. – Михаил Геннадьевич, Антон Георгиевич. – Значит, коллеги, мой вопрос связан со следующим. Я вообще, честно говоря, мало что понял из того, что сказали авторы школ. У меня есть подозрение, что не только я один мало что понял. А по какому принципу мы отбирали школу? Мы когда отбирали школу, мы считали, что вы школа будущего. То есть, если ваша школа продвинутая, то массовая школа сделается такой через 10, 15, 20 лет. Был такой естествоиспытатель английский, у меня всегда плохо и с английским, и с памятью, по-моему, Томас Гексли. И он сказал, это один из последователей Дарвина, он сказал замечательную фразу, здесь я почти точен буду. А всякая истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Вот если вы школа будущего, ответьте, пожалуйста, каждый. Только очень коротко и языком, как будто я, вот, ладно, я дедушка ученика, который к вам пришел. А какую ересь... Не дай бог. Нет, а ты просто, я сначала... Ну, как вам сказать, ну, хорошо. Итак, какую ересь в существующей школе... Что из того, что вы придумали, для существующей школы является ересью? Коротко, 5 секунд. И 5 секунд. Какой из предрассудков существующей школы не будет в вашей школе? Спасибо. Вот, оказывается, вот в чем была задумка-то, поставить вас в такие условия, блиться. Коллеги, значит, я так понял, что можно попробовать подумать про то, что коротко и ясно, явно в вашей школе не будет? Никогда? Ни при каких условиях? Давайте я попробую два слова сказать. Знаете, метафора, метафора на метафору. У нас вот, когда коллеги приходят, некоторые друг друга строятся из бизнес-среды. Вот особенность школ, там, новой волны, так или иначе, это способ построения школьного пространства. И насколько, как у Марка на презентации было, там, про детей, школа и жизнь совпадают на уровне, например, учителей. И есть такая тема. О, вот это школьные люди, а вот это не школьные люди. Соответственно, есть феномен школьного человека, является школьный институт, это какая-то категория, знаете, когда выбираете в анкете, я работаю в школе. Это вот как? Это не предприятие, это не бизнес, это не наука, это что вообще есть? В этом смысле, я бы сказал, что история про выделение такого школьного института в какой-то... А, добавлю. Школьный человек, если он есть, он современный человек? Вот вы, родители ищут современную школу, давайте так, усложним, школу будущего. Пытаются отдать, дедушка пришел, отдал, искал школу будущего, да? Выдал. Можно не усложнять, а упрощать. Вот вы все время усложняете. А можно упрощать? Вот чего никогда из того, что есть в современной школе, в вашей школе мы не увидим? Но это же такой простой вопрос. Теперь я понял, для чего этот выход, он не просто так здесь есть. Есть, коллеги, если что, то... Да, давайте, если можно, правда... Давайте я скажу коротко. Нет, нет, сейчас, коллеги, секундочку. Я просто предлагаю пару минут еще посвятить вопросу, потом все-таки дать коллегам из круглого стола высказаться, потому что... Да, 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 я просто думаю, что давайте мы очень коротко попробуем, если есть, что-то ответить, а потом тогда уже к мнениям перейти. Коротко. Это та школа, в которую ходят не по обязаловке. Спасибо. Еще есть какие-то ответы, Михаил Игнатьевич? Ну, куда же делаться-то? Так ведь не выпустят. Значит, попробую коротко, что не гарантирует внятности. Значит, предрассудок, классика сама за себя ответит. Значит, вот классика чем дальше, тем меньше сама за себя отвечает, школа обязана ее подготавливать и обрамлять. Что из, опять, невнятных, но зато коротких ответов, это школа, которая умеет работать с культурой переживаний. Переживание ключевая абсолютно единица, не культура, а то, что школа научилась возвращаться туда, где есть возможность что-то обнаружить инфракрасным зрением, где для ребенка тепло, холодно, горячо. Это отдельная история. Спасибо. Коротко, я же не ответил, школа про людей и смыслов, и не будет по утрате этого фокуса. Да, Марик Сан, у вас вопрос или уже мнение? Вопрос, да, Марик Сан? Последний, давайте вопрос, и потом уже мнение. Спасибо большое, я с подачи Анатолия Георгиевича, наверное, его задам. Вот в рассказах в одном случае прозвучало слово «отметка», и я хотела спросить, вот в ваших школьных системах будут ли отметки, ну в таком привычном понимании, вот, а на этот вопрос вот о ересе и предрассудке, вот я как раз с отметками бы и ответила. Мы когда открывали свою школу, мы точно знали, что там не должно быть такого предрассудка, как отметки, и это было ересью, у нас, правда, не получилось. Ну вот я вас поэтому и спрашиваю, спасибо. Чуть-чуть коротко про оценивание, если можно, если какая-то модель сейчас... Я буквально слышала слово «отметка», и поэтому... Ну вот будут отметки, вообще, с моей точки зрения, в образовании самое сильное действующее средство – это не отмена чего-то, а нарушение монополии чего-то. Значит, если у тебя есть отметки, но ты разрушил замкнутость системы их использования, уже хорошо, если ты выстроил систему, в которой отметка играет подсобную роль, и понятно, в какой системе, ну, до нас достаточно такой степени радикализма. Спасибо. Сейчас, секундочку. Соответственно, оценка есть, и как система обратной связи, и работы с обратной связью. Ее выражение об отметках присутствует, и вопрос, что есть, чтобы не было у отметки какой-то особой роли, кроме как цифровизации. Светлана. Ну, практически не осталось ничего добавить. Я бы сказала так, что, конечно, отметка будет, и ничего плохого в отметке нет, поскольку отметка – это просто бальное выражение некого достаточно сложного процесса осмысления ребенком, того, чего ему удалось, чего у него не удалось. Я бы сказала, что надо вернуть отметке ее изначально рефлексивный смысл. Сделать это возможно, мы это будем делать. Спасибо. Коллеги, ну, давайте тогда... Да, Елена Игоревна, вы все слышали. Да, отвечайте тогда, да. Да, про отметку. Ну, я присоединяюсь к коллегам. Важно, все, что делает ребенок, не может не быть оценено, и важно, чтобы он получал от взрослого регулярную и мотивирующую обратную связь, из которой было бы понятно, удалось ему что-то сделать или нет, в чем затруднения, ошибки и так далее. И это является существенным. Перестроить сознание и взрослых, в том числе общественности, которые окружают школу, и что бы мы там внутри ни делали, родители приходят и все равно спрашивают. А все-таки тройка или четверка? Вот в нашей школе нет отметок? Нет отметок. И все время идет постоянное оценивание. Каждая работа, каждое действие ребенка оценивается. И чем старше ребенок, тем больше он оценивает сам себя по понятным ему критериям и в соответствии с понятными регламентами все это происходит. Он оцениваясь и будучи оцениваем, он имеет возможность всякий раз улучшить ту ситуацию, в которой он сейчас находится. Он про всякое его состояние, он понимает, что он уже сегодня умеет делать то-то и то-то, и все еще не умеет того-то, того-то, чего может быть длинный список. Это неплохо, нехорошо, это такой факт объективный. И вот эта объективизация, мне кажется, является очень важной частью наших, как мне кажется, подходов, всех, кто здесь представляет разные школы. Но, конечно, государство требует, чтобы все это было в какой-то момент обличено в какие-то цифры, и у нас в школе были определенные трудности, когда мы в этом году выставляли детям отметки в девятом классе, что мы должны сделать, не можем не сделать. Но мы договорились о процедурах и о критериях, договорились между собой, договорились с детьми, с родителями. Ну и как-то это в этом году произошло. Я не могу сказать, что это сильно помогло нам хоть в чем-нибудь, но мы должны были это сделать, мы это сделали. Спасибо. Коллеги, ну... Пропали стандарты, вы на них ориентируете? Ну, кой, эра там, это не помимо школы? Да нет, ничего же. Игорь, ну погоди, ну что ты, ну сейчас, коллеги, коллеги, я... Да, сейчас, ну не, ну ты тогда... Ну ты же дедушки отвечали-то. Сейчас, ну ты тогда выскажешь потом полно. Не надо дедушку мучить ВПР в месте. Сейчас, коллеги, пожалуйста, у нас есть полчаса, и вот если можно, кто хочет высказаться, обсудить, отнестись каким-то образом к теме, которая сегодня обсуждалась, скажите, есть ли у кого-то что-то? Алексей Львович, да, есть еще кто-то, чтобы мы сразу как-то понимали. Алексей Львович, ну вы по этой теме, да? Какой этой? Которая сейчас обсуждалась. Круглого стола. Да. Да, да, да. Хорошо, да, пожалуйста, только если можно, да, да, давайте вот коротко, да? Хорошо. Я, разумеется, выскажусь на эту тему, более точно на одну из тем, на которые я обычно высказываюсь. А именно, что вот наши замечательные школы, конечно, предусматривают то, что школа живет сегодня в цифровой среде. Но, может быть, стоит об этом чуть подробнее думать постоянно, просто понимая, что вот эта жизнь в цифровой среде действительно радикальным образом меняет жизнь школы. Ну вот, например, только что прошедшая дискуссия на тему об отметках. И вот у Елены Игоревны, по-моему, возникла явная акцентуация на обратной связи. То, что вот обратная связь, улучшение своей работы становится реальностью именно благодаря цифровой среде, благодаря тому, что все, что делается, делается в цифровом формате. Без этого зачинение получило отзыв учителя, об этом отзыве обычный ребенок и даже очень мокринский ребенок забывает. А если сочинение цифровое, улучшить его можно прямо сейчас, на месте с разумной затратой усилий. Совсем тривиальный пример. Можно изучить домашние работы учащихся до следующего урока. Сейчас это не бывает. Детки сдают тетрадки на следующем уроке, они проверяются после следующего урока. Ужасный анахронизм, ужасные неэффективные школы. Цифровая среда это исправляет. Тот самый портфолио, о котором шла речь, о котором в каком-то смысле говорил Болотов. Цифровая среда его обеспечивает, как и вообще фиксации всего, что происходит в школе. Впервые можно говорить о критерии эффективности, исходя из того, в какой степени реальность совпадает с прогнозом, сделанным на основании больших данных. И так далее. Значит, вот это обстоятельство, о котором я готов каждому из уважаемых директоров рассказывать в деталях, разумеется, имеется в виду, но на периферии вашего сознания. Хотелось бы чаще обращаться к этому, и в том числе обсуждать это с коллективом. А то, что будет трансформироваться и окружающая реальность, включая и ЕГЭ, ВПР и так далее, ну вот в четверг я буду на совещании в Рособонадзоре по вопросу о том, как выполнить директивные указания о том, чтобы процент цифрового ВПР рос с каждым годом. Есть соответствующие нормы о цифровом ЕГЭ. Не в том смысле, что все будет с экрана компьютера, а в том смысле, что будет реально использоваться, ну, например, в экзамене по русскому языку, редактор, позволяющий осуществлять грамматическую коррекцию того, что написал ребенок. Ну и так далее. Спасибо. Алексей Иванович, коллеги, есть ли у кого еще какие-то мнения, высказывания и так далее? Алексей Сергеевич, да? Вот мне было очень интересно действительно услышать в одном пространстве директоров и разработчиков и авторов таких разных школ. При этом интересный эффект, вот свое ощущение, да, что, с одной стороны, мы слышим, что сейчас директора говорят, в общем-то, на одном языке. Ну, по разным причинам, во-первых, много друг другом общаются все-таки, как-то, да, из одной лавочки и примерно в одних сопоставимых условиях. Другое дело, тут я задался Дмитрием Ефимовичем вопросом. Интересно, если вот сюда сейчас посадить директора каком-нибудь типовой московской школы, как бы про то же ли он переживает, болеет и думает, опять же, не передовой московской школы, которая подчинена департаменту образования, а вот именно такой средне-типической подчиненной конкретному начальнику или типу начальствования. И другое дело, что было очень интересно услышать при всем этой общности, все-таки, насколько от разных печек танцевалось, ну, вот, насколько от ключевых вопросов, там, экзистенции или от достаточно, там, какого-то прорисованного образа результата, от академических результатов или еще что-то, при этом не исключались, а в разных вариантах комбинации, ну, перестраивались одни и те же кубики, но, говорю, от разной печки. А сам набор примерно сопоставимый. Но другое дело, что вот у меня по ходу дела и по той тоже опыту взаимодействия с рядом школ возникает ключевой момент, хотя он в какой-то мере затрагивался через категорию команды, да, но мы увидели, да, что даже, вот, собственно говоря, одновременно практически открылись или, там, чуть раньше, чуть позже, или открывается, вот, школа, условно, которую мы стали называть школой новой волны, то ключевой, наверное, с чем столкнулись школы, это подтвердят или опровергнут директора, это конкуренция за поверленный набор учителей. То есть, кто все-таки, все исследования показали, что ключевой фактор в образовании пока вроде бы это не перебороли, да, это непосредственно учители, и сейчас стали говорить все-таки не учители, а команда учителей, но все равно команда из кого. И вот этот момент, какими технологиями, как идет борьба за этих учителей, как формируются команды, для того, чтобы реализовать тот образ красивого результата, который, безусловно, каждая эта школа до открытия, в момент открытия, после открытия, там, для себя рисовала. И, конечно, это очень интересный такой вопрос, который, ну, пока для меня такой вот, вот, наверное, совсем открытый, хотя вот сравнивая, например, тексты концепции, которые там рождались в хорошколе на момент открытия, и через год просто лингвистическое сравнение показывало, что за год, например, эта концепция перестраивалась там в описании совершенно разных акцентов, в какой мере идет вот эта внутренняя динамика, изменение образа конечного результата, ну, в каких-то этапах, там, год, два, три и так далее. И этот вопрос, наверное, важен. Другое дело, что понятно, что этот тип школ, наверное, принципиально отличается, что вот это порождение образа результата формируется в первую очередь, ну, в связке учредитель, который ближе все-таки к телу и команды, которые это реализуют, нежели сидит и ждет, что нам спустит, какой результат от нас потребует, мы так и выполним. Наверное, это такое принципиальное отличие. И к вопросу о том, что эта модель, будет ли она формировать модель для массовой школы, да, окажется, ну, вот вопросом трансляции, к которому я возвращаюсь, про то, что, с одной стороны, в исторической ретроспективе мы понимаем, эффект первого выпуска Царско-Сельского лицея в истории культуры нашей страны, он налицо, да, это мощнейший рывок в таком культурном развитии, вписывании России в мировую культуру и так далее. А с другой стороны, это явно то, не то, что хотела, получилась непосредственная власть на тот момент, да, и в этом случае мы помним эффект перевода Царско-Сельского лицея из Царского села в Петербург, когда он стал Александровским императорским лицеем и был передан из Министерства просвещения в военное ведомство. Да, да, и, то есть, в этом случае этот эффект был налицо. И другое дело, что, мне кажется, мы сейчас в таком реальном, живом, настоящем эксперименте, вот на этом переднем крае, и один из аспектов эксперимента для меня тоже такой самый открытый вопрос. Команда сейчас поняли, что предусматривает риски, но как это получится, это будет известно, там, года через два хотя бы на первом там этапе, разрабатывает проект одна команда, подразумевая, что реализовывать будет другая, я проумную школу в данном случае, как некий проект, да, и вот это вот вопрос, или смена административных команд, как там происходит, например, в хорошколе, да, в какой мере там идет преемственность или там непреемственность каких-то идей, и смена этих идей, что меняет в образе, результате, процессе и тому подобное, да. Но вот очень интересный момент вот про то, что школы, вот, опять же, в кавычках, да, новые волны вот этой группы школ уже говорят примерно на одном языке, и это тоже как некая фиксация, которую мы сегодня здесь увидели. Спасибо. Коллеги, у кого еще? Антон Георгиевич? Спасибо. Коллеги, я тут поднаехал, ну, поэтому я, естественно, начну с благодарности. По той причине, ну, это, понимаете, по той причине, что, естественно, я очень благодарен директорам школ, которые согласились в столь непростую аудиторию прийти, вышка, это непростая аудитория, и поэтому спасибо вам большое. Обратите внимание, что мы как-то вот собирали, когда школы, все школы получились не государственные, а практика удовлетворения своего собственного любопытства, реализация авторской идеи за государственный счет прошла у нас в стране. Это как фиксация. То есть, если ты школа государственная, ты будешь выполнять то, что хочет государство, которое представлено региональной властью. И в этом смысле мы очень интересно было посмотреть на вот этот квартет, так сказать, негосударственных школ, занимающихся поиском. Значит, вот эту метафору с ересью я, на самом деле, придумал по ходу этого семинара, это не подготовлено, на самом деле. Но вот что я услышал из того, что вы отвергаете все вчетвером из государственной практики? То есть, вот что является ересью? Это фигура учителя перестает быть сакральной. Тут вот про десакрализацию говорил один из сотрудников лицея. Мне кажется, эта тема очень перспективна и интересна. Интересно. А вот, дальше. Центр внимания перемещается от учителя к ребенку. Это вот я то, что заметил у всех. И не воспитываем, а создаем условия в трех из четырех школах. Я не буду называть номера, пусть это будет некоторой загадкой. Теперь смотрите, что ересью не стало точного. Это селекция. Я не говорю, хорошо это или плохо. У меня с малой была селективная школа. Я просто фиксирую. По крайней мере, в этой выборке. Я понимаю, что она абсолютно смещенная. Это люди, которые есть в телефонной книге у сотрудников института образования. Телефоны которых. Дальше. Отбор. То есть, селективность. Отметка. И дальше все в той или иной степени сказали, мы выращиваем. Ну, помните, до дию, как считалось, вот, папа Карло, заготовка, буратино, недочеловек. Прошло 120 лет, мы выращиваем. Это пока что осталось здесь. И эффект зубного врача. Учиться трудно, иногда больно. Особенно, если нет обезболивания. Я сегодня вспоминал, как мне при советской власти нервы вынимали. А так как не было заморозки, она говорила, что это очень полезно. Я тогда точно знаю, когда я его выну. Значит, ну, чтобы, а у меня слезы брызгали, я думал, дам я сейчас этому врачу ногой в зуб или нет, в его, собственно говоря. Значит, это было массовой практикой. Значит, коллеги, вот для меня это очень интересный кейс, то, что вы здесь представили. Я по этому поводу удивительно вам благодарен за то, что мы услышали. А потому как еще, вот, ну, это очень большой материал для размышлений. Спасибо вам большое. Марк, вы что-то хотели... Я хотел уточнить, у меня это не прозвучало, мне Дмитрий Фимович не дал слово в ответ. Значит, мы планируем школу без всякой селекции. Я сказал, в трех из четырех. Да, хорошо. Все, я хотел уточнить. Коллеги, сейчас я, да, предоставлю, можно я чуть-чуть, я, соответственно, не буду какие-то итоги подводить. Вы сейчас еще скажете, я, на самом деле, про селекцию, если можно, больной вопрос для нас. Я понимаю, Елена Тольну, которая воюет, в общем, правильно, наверное, против этого. Но я просто отмечу, мне кажется, еще очень важную характеристику школ, которые здесь представлены. Селекция происходит не только потому, что это может быть концепцией и позиции, а потому что дело не в том, к чему готовит школа, а почему ее кто-то в массовом количестве выбирает. И в этом смысле ситуация того, что эти школы, кроме того, что они новые, они популярные, при всех плюсах-минусах этого слова, это тоже очень важная вещь. И поэтому можно иметь позицию, да, Марк Наумович, по поводу того, что у нас селекции нет, но если вдруг предположить, что к вам придет 5000 человек, интересно, что же вы будете с этим делать, да, в этом контексте. Да, это один из рисков, с которым мы работаем. Да, и поэтому здесь мне кажется еще очень важным, что насколько мы, и тем более в профессиональном сообществе, пробуем ловить не только то, что коллеги говорят, а то, что мы слышим. И как тогда воспринимают то, что мы говорим дедушки, как вот они слышат, как они интерпретируют, какая это школа и так далее. И мне кажется, вот этот вот взгляд на то, как это доносится, и почему, на каком основании родители и дети принимают решение для того, чтобы пойти туда, это тоже очень важный момент, тем более, обращаю внимание, у большей части школ это как бы связано с финансовым вкладом, буквально, они еще и должны пойти и заплатить. И это очень важная на самом деле история, это цена входного билета, как высокая не только с точки зрения экзаменов, а с точки зрения конкретно средств. И здесь как бы возникает тоже определенные уже важные аспекты, мне кажется, что об этом тоже, ну, как-то стоит подумать. Дмитрий Ефимович, я только хочу добавить, что я не против селективной школы, это фиксирую как факт, это первое. А второе, яйца Фаберже такие дорогие, потому что их мало, понимаете? И вот школ такого рода так востребованы. Надо сына Елена Толь-Дуленскую, а не на вас. Что вы за, я знаю, это понятно. Коллеги Игорь и Михаил. Да, не надо, да, Синельник Игоревич? Ну вот по поводу интерпретации, Дима сказал сейчас, по поводу, каждый интерпретирует, слушаем, да, высказывания. Вот я мучительно, да, интерпретировал, сидел, выслушивая, как бы пытаясь найти ответ, как Анатолий Георгиевич говорил, там, вот короче, типа выражайтесь, к чему сведутся, как бы высказывания, да. Пытался найти ответы на главный вопрос, вокруг которого сегодня построен круглый стол. Это как бы, какого человека, да, какого выпускника должна эта школа получить, какого она ожидает и хочет сформировать. Ну, трудно сказать, что для себя я эти ответы нашел. Единственное, вот только, ну, иркутская, да, иркутская школа, ответственный там человек какой-то, но я себе тут же начал задать вопрос. А вот это экзистенциальное, как бы, да, наше направление, которое хочет, чтобы человек там и встраивался, и хорошкого, которое тоже, как бы, индивидуальную траекторию ставит в основу, и как бы человек идет, и сам себя познает, и сам там сравнивает с собой, и там со всем остальным вокруг себя. Разве это неответственная позиция? Тоже, как бы, да, как ни назови, как бы, а все равно линия-то одна и та же, да, выстраивается. Единственное, как бы, отличие, которое я вот для себя увидел, это Летова Михаил Геннадьевич, который, как бы, в этой ответственности, может быть, единственное обозначил четкий, как бы, вектор этой ответственности. Это, как бы, дальнейшее академическое какое-то движение. То есть, понятно, что дети, которые к нему в школу придут, потом, ясно, пойдут куда-то там в сферу науки, в сферу вот чего-то такого серьезного, фундаментально-образовательно-научного. Это единственное. Иркутский проект, и мне кажется, это очень интересный, как бы, я все ждал, как бы, да, и чем внимательнее слушаешь людей, их высказывания, тем больше для себя находишь ответов, поэтому мало было вот вопросов на понимание. И цифровую платформу услышал для себя, понял, как бы, да, вокруг чего там специфика может выстраиваться, это очень интересно. И вот иркутский проект, очень интересно, оказывается, как бы, да, планировалось инвесторам, что это будет школа вокруг детей вот из людей, ну, из не имеющих семей, да, из приемных детей. И я для себя подумал, так тогда, наверное, ответственность какая-то должна была сформулирована быть более социально ориентирована, что-то с этими детьми хотят делать, подумал я. Может быть, это какая-то ответственность их в дальнейшем за выстраивание своей, например, жизни и отсюда семейной ориентированной, чтобы они потом не пропали, а социологические исследования показывают, что у нас дети из приемных семей плохо потом выстраивают свою семейную жизнь. Я думаю, может, и это, как бы, идея лежит в основе, и они хотят какое-то сделать. Вот трудно, еще, ну, как бы, осталось много неразрешенных вопросов лично для себя. Может быть, я, да, такой туповатый, как бы, это нормально, это я, да, сплошь и рядом себе каждый день это говорю, вот, в зеркало особенно. Но то, что это очень интересно, вот этот разговор и представление таких, скажем, ну, мне кажется, не сильно отличающихся концепций, вот, но это любопытно. И последнее, что я хотел сказать. Вот, как бы, разговор о том, каким вот этим результатом и каких людей хотели бы школы посвятить, как бы, получить в конце, постоянно меня наталкивало на одну и ту же мысль. У меня прям это крутилось. Я там читаю сейчас очень много всяких стандартов зарубежных, образовательных систем, и прям вот там на прошлой неделе, там у меня корейский вариант этого карикулума попал с 15-го года. Ну, прям ровно то, что вот они все говорили, там прям написано по пункту, но прям вот эти люди, которых они хотят сформировать. Вот прям там пять позиций, вся эта самоответственность. Так, так, Игорь, давай, да. Да, потому что эти школы идут в тренде современного образования, они отражают эти тенденции, очень вот правильно их формулируют по-своему. Это вот очень позитивное явление, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо, спасибо. Михаил? Кушнир Михаил, значит, у меня вопрос тоже про массовую школу, немножко под другим углом зрения, чем был задан до того. Я так понимаю, что первый ракурс был от государства, у меня ракурс от ребенка. Значит, мне тоже было крайне приятно, что язык фактически общий на субъективизацию, действительно это полностью пересекается со всеми западными модными тенденциями. Но, скажем, мой опыт говорит о том, что подавляющее большинство детей этой субъективизации не хочет. Я думаю, что любой, кто занимался проектной деятельностью, прекрасно знает, что небольшая доля детей с удовольствием занимается проектом, остальные говорят, дайте нам упражнение номер со страницы такой-то. Соответственно, возникает вопрос, поскольку вот тема семинара «Будущая школа», понятно, что определенное количество школ всегда наберет тот контингент, который хочет этой субъективизации, с радостью его воспримет, и, соответственно, ученик и учитель друг друга нашли. В будущем, соответственно, вот эта тенденция будет или нет? То есть, должны ли мы учесть нежелание ребенка вот к этой активной позиции, что ему нужно выбирать? Или все-таки мы его должны поставить в эту позицию, пусть он с помощью кого-то, но, по крайней мере, пусть даже формально должен будет сам за себя отвечать? Соответственно, вот если говорить о будущей школе, то меня мучает этот вопрос. Спасибо, Елена Георгиевна. Есть комментарии, да? Да, ну, мне кажется, по этому вопросу я хотел бы. Спасибо, Миша. Вопрос правильный. Ну, вот как быть? А еще у наших детей, вот если взять подростков, которые уже получили там сложный опыт общения со взрослыми и много-много еще чего, вот у них нет мотивации к учению. Надо их нам все-таки как-то создавать условия, чтобы они учились, или так сойдет, ну, потому что нет мотива. Ну, вот мне кажется, что тут ситуация такая очевидная. Ну, если мы имеем дело с подростком, у которого уже сформировалось разнообразное в его социокультурной среде, предыдущей жизни в семье и так далее, ситуация, в которой есть огромное количество сложностей, если он не верит взрослым, если он не верит в себя, если у него не было ситуации успеха и так далее. Ну, это такая сложная педагогическая задача. Надо ли ее решать? Надо. А есть ли такие способы и методы, чтобы научиться это делать массовому учителю, потому что в массовой школе учитель часто сталкивается с такой ситуацией? Есть. Учит ли этому наших педагогов в педагогических университетах? Нет. Надо этим заниматься? Надо. Коллеги, ну, я предлагаю, давайте, если кто-то еще совсем коротко у нас по времени осталось, там, короткое какое-то мнение, есть у вас, да? Нет? И тогда будем как-то сейчас тогда завершаться, вот в этом смысле. Коллеги, ну, точно от лица и всех тех, кто задумывал этот семинар, и в целом Высшей школы экономики, Института образования, правда, хочу сказать большое спасибо вам, потому что важные истории, важно услышать и подходы, и я думаю, что и вам самим, и коллегам, которые заинтересовались. Я очень надеюсь, что ровно в том же составе мы через 10 лет встретимся, вспомним, что это, собственно говоря, было, что тогда было обещано, кто что говорил, да. И тогда, соответственно, будет уже больше шансов на, как бы, некую объективность. Давайте, по крайней мере, запомним этот день с точки зрения числа, даты, прибавим эти 10 лет и договоримся, что мы встретимся, тьфу-тьфу-тьфу, в этой же аудитории, в этом составе. А пока спасибо огромное, коллеги, спасибо большое, спасибо.